здравствуйте дорогие водолейчики сегодня будем для вас делать такой маленький кратенький прогнозик на 2023 год мы возьмем два основных события я всегда говорю что наверно вот если так оглянуться назад в 2022 году мне было вот вот это вот позитивно было а вот это было ну прям совсем мне не понравилось правда ведь и конечно это бывает и не одно событие но мы возьмем такие самые яркие наверно для чего мы возьмем эти два события для чего вам о них знать для того чтобы на хорошие больше хорошему порадоваться повлиять на это как-то знаете усилить возможно может быть где-то даже приблизить это все а по негативным событиям все же наоборот попытаться избежать попытаться повлиять чтобы их не случилось потому что чаще всего это конечно ситуативные карты то есть это не что-то такое роковое хотя у кого-то может быть и будет роковой надеюсь не у вас водолей ну давайте с чем вы входите в 2023 год что ж такое у нас одни короли сегодня вот только что делала прогноз козерогам там одни мужчины понимаете король пентаклей ну хорошая карта со стабильностью входите стабильность от мужчины может исходить может это вы даже быть такой вот стабильной да ну так как у нас большинство все-таки женщин я надеюсь что у вас у всех есть такое надежное мужское плечо которое вас вот снабжает денежка из как-то поддерживает дарит вам какое-то ощущение стабильности по жизни взращивает что-то на эти дерево посадил дом построила ребенка подарил и вообще и прекрасную жизнь вам еще до устраивает ну и шестерка посохов прекрасная карта то есть за счет может быть не за счет конечно а с помощью данного короля вы себя чувствуете на коне а может быть наоборот вы на какой-то вершине потому что король вашей жизни играет немаловажную роль как-то я там даже рифма сказала на рифмы рифмы ну давайте какое же позитивное событие у вас будет водолей девятка пентакли но вы прямо понимаете в шоколаде я уже даже не знаю как подступиться это вот женская карта больше тебе видеть как девочка красиво нарисована тут такая дама богатая еще и птица у нее вот такая хищная то есть есть что у нее там знаете это туз в рукаве и денежка то у нее есть и причем это денежка там вот как-то может быть в ногах может быть не такая конечно огромная у нее есть какая-то явно поддержка ну король девятка чувствуете да вот то есть вы себя ощущаете будете ощущать максимально классно то есть добьетесь какого-то результата придете к кому-то знаете пониманию того что у вас все есть я могу себе много что позволить ну понимаете это даже в большей степени достижения не какое-то событие это ощущение себя именно вот такое я смогла я сделала то что я хотела я теперь могу вот себе позволить то и то и то ну прекрасная карта на самом деле за вас рада давайте негативное событие посмотрим да что же у нас ну тоже пентаклевая карта видите как материалистичная такой у нас расклад получается прям как у стрельцов по моему тройка пентаклей говорит о том что ну возможно вы конечно сейчас концентрируем максимально на ком-то заработки на прибыли на денежки да вот что вам важно это тройка пентаклей говорит о том что возможно во первых какие-то третьи лица вам что-то подпортит это раз ну каким образом подпортит то есть они может быть ну как-то сыграют какую-то роль в вашем как-то вот вот какие-то события будут скорее всего это событийный ряд потому что карта мелко но ведь это вот девяточка троечка возможно на не очень положительно сыграют на вашем достатке как-то либо может быть в обучении да в чем-то вы кому-то пойдете учиться и там как-то вам что-то вас не устроит это как бы так неприятным отложится на вашем общем таком восприятии этого года здесь все равно да у нас три ребеночка еще да может быть и знаете ну конечно про детей я тут не скажу тут скорее знаете может быть третьи лица какие-то может при чем-то узнаете как третий человек ну в не в отношениях да скажем что кто-то кому-то что-то рассказывала это казалось третий человек там да ну не хочется мне так думать все же это карта а обучение б коммуникации и причем коммуникации таких знаете с но здесь вот они равненькие все у нас херувимчики да вообще всегда есть тот который приходит обучаться кому-то здесь тоже у нас духовное что-то может быть желание обучения какого-то да у вас появится такое под под такая потребность потому что вы почувствуете вот и как негативе на что вам не хватает каких-то знаний вот но однозначно я вам хочу сказать что карта не крупная карта на которую можно повлиять и давайте посмотрим какой совет вам дадут тару по вот этим двум ситуациям ну какой-то да совет конечно узнаете наверно по совету тут не быть излишним вовлеченным эмоциональным это все то есть если вы действительно к чему-то стремитесь да ну радоваться конечно нужно но все же это материальные карты вам самое главное все же максимально понимаете из этой луны наверное выбираться то есть не быть вовлеченным в одну только категорию там каких-то потребностей ваших тоже пентаклевая мазь прям преобладает и луна говорит о том что можно даже нервное расстройство получить если слишком сильно будете зацикливаться на том что вам не хватает каких-то знаний понимаете там уж прям негативным ну как тут нехватка знаний надо идти учиться да у вас это как негативные выпадают события надеюсь что это конечно не третьи лица все же не в отношениях там не может быть у вас что-то максимально проясниться то есть может быть вывод и существуете в своем каком-то хорошем таком расположении духа в том что вы чего-то достигать но чего-то вы не знаете может быть и такое потому что тройка пентакли карта коварная любые тройки они всегда говорят о вмешательстве третьих лиц в отношениях партнерства в деловые в там какие-то вещи да это всегда что-то вот подвох а луна это муть какая-то понимаете то есть под луной то нам много чего не видно хоть тут карта конечно максимально светлая ну даже что-то придется побороться наверное за вот эту истину за то чтобы что-то узнать ну знаете как нас совет больше запутал даже чем вот сами вот эти события но будем посмотреть что же у вас там такое интересное будет в 2023 году однозначно хочу сказать что самое важное наверно в этой в этом раскладе карта луна она мне говорит о том что есть некие обстоятельства которых вы еще не знаете может придется что-то выбирать вот выбирать чем между чем-то и чем-то между чувствами может быть и материальным чем-то то есть это главная карта так как она все же старший аркан вот то что касаемо событийного ряда это все же мелкие карты то есть это такие знаете ситуативные вещи которые были да прошли но оставили может быть здесь положительный след здесь отрицательный я благодарю вас за просмотр я благодарю вас за ваши лайки комментарии обязательно потому что это мне очень важная с помощью ваших дизлайков тогда или там каких-то абсолютных аргументированных вещей расту вот и все читаю на все стараюсь отвечать спасибо вам всем большое я желаю вам отличного дня и прекрасного вхождения в 2023 год король пентакли просто прекрасная карта спасибо вам